МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями в студии телеканала Север. Ольга Руслова, здравствуйте в этом выпуске. Телевисочный сельсовет передал эстафету «Добра в НЕСЬ». 2021 год объявлен в Ненецком автономном округе годом добрых дел. Законодатели Северо-Запада поддержали инициативы Ненецкого округа. В Наринмаре состоялось заседание Комитета парламентской ассоциации. Минувшие выходные были богатыми на спортивные события. В Наринмаре определили победителей снегоходных гонок и гонок на оленях упряжках. Эстафета «Года добрых дел» переходит в Канинский сельский совет. Глава телевисочного сельсовета Дмитрий Якубович передал эстафету «Добра» директору школы села НЕСЬ Ольге Протопоповой. В течение двух недель Канинский сельсовет будет проводить на своей территории добрые акции. Мероприятие проходит в рамках «Года добра», объявленного в Ненецком автономном округе. Ольга Юрьевна, принимайте. Село Тильвиска стало первым муниципальным образованием, включившимся в эстафету «Добрых дел» в Ненецком округе. Две недели жители поселения проводили мероприятие под эгидой объявленного в регионе «Года добра». В них включились школа, детский сад, социально-культурный центр. Провели акцию «Подари книгу» для пополнения различных библиотек. На этом наши мероприятия не останавливаются. Сегодня мы передаем эстафету Канинскому сельсовету. На протяжении года будем также творить добро. Мероприятия у нас уже запланированы до конца года. В рамках церемонии передачи эстафеты «Добра» в социально-культурном центре поселения прошел благотворительный концерт «Олимп добра и милосердия». Все собранные на нем средства пойдут на благоустройство села. Какую доброту можешь ты сделать? Я могу помочь бабушке, которая идет с магазина и тащит тяжелые пакеты. А ты так делала уже? Да. Проходят вот эти ярмарки все, кому-то надо помочь. Этим острым, нуждающим, погорельцам. Вот такое помогать. Кто многодетным, помогать нужно очень обязательно. Были добрее. Сейчас уже не то стало. Минуя 20 лет назад, были добрее. Сейчас все меняется. В том числе и люди. То есть эти акции, они помогут снова подобрить? Конечно, конечно. Кроме того, в Тельвиске прошла акция «Телефон добра». Молодые люди звонили одиноким пожилым и общались с ними на разные темы. А после концерта сельская молодежь отправилась разносить письма добра труженикам тыла Тельвиски. Часть посланий отправили в деревню Макарова. Всего более 20 писем. Они просто пишут, рассказывают немножко о себе, пожелания, добрые слова, что благодаря вам мы живем, мы не знаем горя, мы не знаем печали. Мы пишем вам для того, чтобы поблагодарить, дать понять вам, насколько мы дети, насколько на самом деле гордимся нашими старшими поколениями. Также сельчане собрали вещи для регионального отделения Красного Креста, которые передали руководителю организации Светлане Хатанзейской. Жители муниципального образования Тельвисочного сельского совета собрали. Я сейчас только познакомилась, посмотрела. Это очень хорошая вещевая помощь, гуманитарная помощь. Там есть совершенно новые предметы, которые необходимы для жизненных потребностей, я бы так сказала. Есть вещи. И теперь эстафета добрых дел перешла на две недели в Канинский сельсовет. Хотя, по словам директора школы Ольги Протопоповой, добрые дела в муниципалитете не прекращались все время. Мы вообще с моими учениками очень давно, ну не совсем то, что давно, а уже три месяца творим добро. В этом помогает мне волонтерский отряд, который у меня есть в школе. Значит, ребята уже провели очень много различных мероприятий внутри нашей школы вместе со своим руководителем Семяшкиной Ольгой Ивановной. Также мы вообще хотим выйти на село, раз это год добра творит добро. То есть мы хотим помочь людям. Старт эстафеты добра был дан 6 марта, когда Юрий Бездудный передал ее телевисочному сельсовету. Следующий на очереди муниципалитет Омский. По задумке организаторов, эстафета должна побывать в каждом поселении региона. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Законодатели Северо-Запада обсудили ряд социально значимых инициатив. Они были озвучены на заседании Комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам, который состоялся в Наринмаре. В рамках комитета, в котором приняли участие депутаты регионального парламента, губернатор Ненецкого автономного округа, представители профильных департаментов обсудили вопрос о необходимости упростить в порядок госзакупок для труднодоступных местностей. Сейчас открытые площадки, заходят на торги все, кто хочет на территории Российской Федерации. Они никогда не сталкивались с нашими особенностями. Они не понимают логистику, как доставить грузы. И после того, как они выиграют конкурс, мы имеем серьезную проблему, потому что, скорее всего, осуществить контракт не представляется возможным. Собрание депутатов Ненецкого округа подготовило обращение в правительство Российской Федерации об установлении особого порядка закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Арктической зоны Российской Федерации. Прежде всего, в обращении речь идет о строительстве социальных объектов на селе. Законодатели Северо-Запада поддержали инициативу Ненецкого автономного округа. Рассмотрели на заседании комитета также предложение Ненецкого округа о наделении потребкой операции и семейно-родовых общин статусом резидента Арктической зоны. Были поддержаны инициативы собрания депутатов, чтобы им были даны дополнительные преференции в смысле налогообложения и другим вопросам. Всего в ходе парламентского комитета рассмотрели 16 вопросов и законодательных инициатив. Участие в заседании приняли законодатели из Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей, Республики Коми, Санкт-Петербурга. В режиме ВКС с Ненецким автономным округом участвовали Калининградская и Мурманской области, Республика Карелия. В работе комитета также приняли участие депутат Государственной думы Сергей Коткин, сенатор Римма Галушина, главный федеральный инспектор Кирилл Шимко, прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин. Необходимо отметить, что парламентская ассоциация – это уникальная площадка для работы парламентария в Северо-Западе. Как городской парламентарий в Санкт-Петербурге все-таки сориентирован на решение задач городской повестки. Это вопросы благоустройства, социальной защиты. И иногда мы видим, что на нашем региональном уровне решить какой-то вопрос, который волнует жителей наших регионов, невозможно. Именно поэтому Конституция прямо предусмотрена возможность законодательной инициативы на федеральный уровень. Это прерогатива региональных парламентов. В моем корпусе законопроектов есть несколько законодательных предложений, которые как раз-таки направлены на решение вопросов не в рамках конкретно Петербурга, но в целом на федеральном уровне, что коснется в том числе и всех регионов Северо-Запада России. Минувшие выходные были богатыми на спортивные события. В субботу в столице Ненинского автономного округа на Качгартинской курье прошли соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова «Бурандэй». В этом году снегоходные гонки прошли в Наринмаре в 25-й юбилейный раз. В них приняли участие около 60 спортсменов. В Тундре снегоход – самое надежное транспортное средство для оленевода, рыбака и охотника. Еще в 70-е годы Ненинский автономный округ стал первым полигоном для испытаний снегоходов «Буран». При численности населения в 48 тысяч человек. За это время в округе было продано более 14 тысяч «Буранов». Точка отчета традиционных окружных гонок на «Буранах» можно считать 12 апреля 1997 года, когда под патронажем депутата Государственной Думы Российской Федерации Артура Челенгарова прошли первые гонки на снегоходах «Буран». На старт в районе Качгартинской курье вышли 90 участников. Трасса проходила вокруг города Наринмара и состояла из шести кругов общей протяженностью 50 километров. Артур Николаевич, вот в 1997 году, когда эти гонки только зародились, вы думали о том, что это вырастет в такой громадный праздник? Нет, не думал. Надо было принять решение, чтобы занять людей, которые остановились. Здесь живут, работают. С работой были проблемы, поэтому соревнования проходили. Очень непростой обстановки, но с душой. И самое главное, что соревнования были отечественные, все производства. Все «Бураны» – это только российского производства. За эти 25 лет с момента первых стартов снегоходные гонки превратились в большой спортивный праздник и стали, по сути, визитной карточкой Ненецкого автономного округа. Основной оцен был сделан на самих участниках соревнований, на гонщиках. Именно с ними согласовывалась трасса, они подсказывали, как ее правильно сделать. В этом году есть специальная палатка, где можно сделать техническое обслуживание снегоходов, где можно попить чай. Собственно, гонщики являются самыми главными людьми на этом празднике. А мы, гости, мы пришли посмотреть, и очень приятно, что сегодня прилетел Артур Николаевич. Собственно, его именем названы эти соревнования. Прилет в Наринмар Артура Челенгарова, основателя снегоходных гонок за полярным кругом, стал настоящим сюрпризом для гонщиков, болельщиков и зрителей. Они очень тепло приветствовали его на торжественном открытии соревнований. Надо отметить, что атмосфера праздника, а это не только гонки, но и яркие, зрелищные выступления артистов, объединила сотни горожан и гостей Ненецкого автономного округа. Партнером праздничных мероприятий стала компания «Лукойл». Компания «Лукойл» продолжает активно поддерживать проведение этого мероприятия, оставаясь главным спонсором соревнований. И нам действительно очень важно поддерживать те традиции, которые объединяют вокруг себя людей, как проживающих в этом непростом суровом крае, так и работающих в этом регионе. Старт дан, дорогие друзья. Итак, Артур Николаевич дал старт женскому заезду. Вот рев моторов и снегоходы устремляются на трассу. Первый официальный заезд по традиции женский. В классе «Буран» среди женщин первое место заняла Елена Стримаусова. Второе место у Любови Балакшиной из Андига. Она одержала победу в прошлом году. Спортсменки поменялись местами на пьедестале. Третье место заняла Дарья Христолюбова из Лабожского. Каждодневно нужно физическую нагрузку на себя, тренироваться. Помимо того, что ты на трассе, нужно приходить в зал. Физическая подготовка должна быть у каждого человека, точнее у гонщика. Потому что это не так просто – сесть и выехать. В классе «Буран» среди ветеранов первое место занял Василий Рочев. В этом заезде он участвовал впервые. Ранее всегда соревновался в основном. Я всю жизнь участвую. 23 года я в этих гонках. 23 года. С 97-го года. Только перед пенсией два года не участвовал. Пропустил. Второе место в гонке среди ветеранов занял прошлогодний победитель Василий Попов из Макарова III у Алексея Хаймина. В основной и самой многочисленной спортивной категории среди мужчин на снегоходах «Буран» победил второй год подряд Дмитрий Ванюта из Нарьинмара. Финиширует спортсмен под номером 7. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ожидаема была эта победа или нет? Нисколько вообще. Ожидаемо для других людей было. Я вообще не ожидал просто. У других людей быстрее «Буран» ездит, чем у меня. Дмитрий, конечно же, поскромничал. Стать победителем в основном заезде среди мужчин непросто. Здесь очень сильные соперники. Второе место в гонках на «Буранах» занял Кирилл Чупров из Красного. Третье – Александр Коткин из Андиго. Битва за победу в свободном классе была очень жаркой. Финальные результаты оказались неожиданными. От одного из гонщиков поступил протест о нарушении, зафиксированном на видео. Протест поменял расклад первых мест. Свободный класс довольно непредсказуемый. Гонка проходит очень динамично. Это совершенно другие скорости. На каждом прямом участке, на каждом повороте позиции могут меняться. Победителями, судя по результатам, всех заездов в этом классе должны были стать братья Стримаусова из Красного. Однако они схитрили. Двое братьев остановились, не доезжая до финиша. И в финальном заезде пропустили вперед еще одного своего брата. Чтобы он смог набрать больше баллов и в итоге стать бронзовым призером. Судьи, болельщики и участники спорили больше часа. Главным победителем в результате был признан Алексей Стримаусов. Второе место занял Владимир Куляев из Наринмара. Третье – Владимир Кожевин из Красного. В 25-м юбилейном году культурная и спортивная программа праздника была самой разнообразной. Зрители смогли увидеть в небе над Качгартинской курьей несколько выступлений пилотажной группы Федерации спорта сверхлегкой авиации «Крылья России». На сцене выступили приглашенные артисты с северным шоу «Ети». Еще одну шоу-программу продемонстрировал Театр Касказеров «Ярфильм». На празднике работала ярмарка, сделана в НАО, и ресторанный «Дворик». Телеканал «Север» готовит к эфиру большой репортаж о спортивном празднике, который покажем на этой неделе. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Самый быстрый. В Наринмаре состоялись 13-е соревнования среди оленеводов и чумработниц Ненецкого округа Семенхат-Мерита. На зрелищном мероприятии работала и наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. Тройной национальный прыжок, борьба на поясах, прыжки через импровизированные нарты и метание тензея. Посоревноваться в этом году в Наринмар приехали представители почти всех оленеводческих хозяйств округа. Перед началом обязательный медосмотр и инструктаж. Да, у нас есть врач, который проверяет медосмотр, давление проверяет, их самочистие проверяет, то есть их дает допуск. Инструктаж – это обязательная техника безопасности. Это и соблюдать дистанцию, и не распить спиртных напитков на территории, что еще ходит у нас. Это спортивное поведение, на спортивное поведение дискортизируем участника. Открыл мероприятие глава региона Юрий Бездудный. Рад приветствовать вас на празднике, на спортивном празднике Семенхат-Верита. Самый быстрый. Со всех уголков нашего округа на этот праздник собираются оленеводы, чтобы выяснить, кто лучше управляет упряжкой, кто точнее бросает тензей. Проверить свои силы и выносливость в состязаниях, а также убедиться, насколько это непросто, мог любой желающий. Да прыгать легко, если это касательно техники. Дело уже в выносливости, в одежде, сколько она весит, в высоте прыжка. Вот у меня, например, была ошибка. Я слишком высоко прыгал, больше затрачивал энергии. Ну и из-за этого быстрее устаешься, соответственно. И вот стартовали первые заезды на оленьих упряжках. Главное событие праздника. Старт здесь имеет огромное значение. От этого во многом зависит победа. Некоторые животные, напуганные большим количеством людей, отказываются слушать своих хозяев. И гонка для них заканчивается, так и не начавшись. После трех отборочных заездов среди мужчин на старт выехали женщины. Первой на финише показалась упряжка Марины Апицыной. Трасса очень снежная, очень много этих трамплинов маленьких. Очень снежная. Но участники рассказали, что проваливаются. Но мне хорошо тем, что если бы она была бы очень скользкая, олени бы вообще быстро ехали. Я бы на санях не устояла бы, не усидела бы, упала бы сразу бы. Второй к финишу приехала Александра Талеева. Третьей стала Ольга Левтысая. Для Марины Апицыной это первая победа в гонках на оленях в рамках соревнований Семенхат Мерита. Мы только сегодня приехали в Наринмар. У Пряшка ехала несколько дней. Они уже хотели обратно возвращаться. Три дня назад, потом обратно приехали. И сегодня мы оленя привезли с красного на КамАЗе. Не думали, что выиграем что-нибудь. Но вот, надеюсь, муж сейчас первое место займет. Девушка не ошиблась. Ее муж действительно приехал в первом финальном заезде. Вениамин Литков – постоянный участник соревнований. И эта победа для него не первая. Какие могут быть эмоции? Радостные, конечно. Немного уступили победителю в скорости Петр Вылка и Алексей Евтысый. К гонкам на оленях упряжках все участники готовятся основательно. Главное здесь хорошо обучить передового оленя, который ведет за собой остальных. Традиционно зимой упряжка состоит из трех оленей. Самый главный здесь – передовой. От его обучения зависит, как в целом побежит упряжка. А учить его начинают в возрасте трех лет. Соревнования собирают оленеводов и чумработниц из разных уголков Ненинского округа – Большеземельской, Малоземельской и Канинской тундры. Семенхат Мерита – это не только праздник, где жители тундры выясняют, кто лучше всех управляет оленями. Но и повод встретиться и пообщаться. Мероприятия уже проводятся много лет, и люди друг друга знают. И они уже этого отняжут, чтобы встретиться и обвиняться новостями, обвиняться, кто-то кому-то заказал, какие-то поделки там. Рассказать о тех достижениях, о тех новостях, о тех лучших событиях, которые у них проходят в округе. Горожанам этот праздник за много лет также полюбился. Только раз в году у них есть возможность покататься на оленях. Мы ежегодно всей семьей приходим на праздник, обязательно болеем за участников. Очень такой позитивный, поднимает настроение. И вообще замечательный праздник. Победители соревнований были удостоены кубками и денежными призами. Остальные участники также получили поощрительные призы. Генеральным партнером спортивных соревнований выступает нефтяная компания «Лукоил». Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на севере.